на создании постоянной площадки для агрессиональных коммуникаций. И как следствие, от него создано виртуальное сетевое методическое объединение «Школьная библиотека XXI века». Нашим содержателем наполнением этого ресурса работает непосредственно библиотекарем. Мы являемся их подратором этого ресурса. Наполнение ведется по следующим разделам, которые можно увидеть на слайде. И, в свою очередь, мы на всех физических площадках освещаем деятельность этого сообщества и приглашаем педагогов и библиотекарей к сотрудничеству. И я вас приглашаю, коллеги, вступать в наше сетевое сообщество. Возможно, какие-то наши идеи, которые мы щедро здесь делимся на этой площадке, пригодятся вам, и вы, в свою очередь, чем-то поможете и нам. Представленный стандарт педагога-библиотекаря, вышедший в этом году, предъявляет иные требования к деятельности школьного библиотекаря. Решить эту задачу возможно через профессиональную преподготовку, повышение квалификаций и поддержку профессионального развития. В качестве одного из способов методической поддержки в Крае принято решение о создании регионального распределенного информационно-методического центра. Основным результатом этого проекта станет объединение ресурсов разных библиотек, включая библиотеку Красноярского института повышения квалификаций и ведущих информационно-библиотечных центров Края, прежде всего участников РОО-2016 и, присоединившихся к миру в этом году, школьных библиотек для распространения и использования инновационных практик работы и методического сопровождения. Таким образом, создается разноформатный ресурс, территориально приближенный к шкурам. Прошедший год стал годом рождения новых проектов библиотек, которые с появлением технических возможностей начинают реализовываться на новом уровне современного. Наряду со старшими традиционными встречами с местными писателями стали проводиться видеоконференции с известными российскими и мировыми писателями. Так, в ведущей гимназии города, при участии ребят из школ района, прошла подобная видеоконференция с писателем, фантастом Сергеем Духьяниным. Ребята в режиме реального времени смогли задать любимому писателю, книги которого они знают практически наизу, интересные вопросы. В свою очередь Сергей Духьяненко дал не менее интересные советы и ответы. И в марте мы получили результат неожиданно. Обучающийся в нашей гимназии, присутствовавший на этой конференции, подарил информационно-библиотечному центру книгу, изданную по совету Сергея Духьяненко в издательской системе «Райдера». Сам написал и принес полноценную книгу с картинками, с филюстрациями, с обложкой, с подписью автора, возможно, в будущем известного российского писателя. Вот так мы пополняем фонды. Социокультурное проектирование, сравнительно новый формат работы в библиотеках, начинает выходить в виртуальное пространство. К перспективным можно отнести проекты, разработанные в гимназии 164, города Зеленопорска, участников ЦПРО «Р5 и А2-3». Это, прежде всего, проекты в поддержку чтения и по формированию информационной грамотности. Такие проекты, как «Библиоквест», «Молодежная библиотусовка», «Скорая библиотомощь», «Библиотастролик» — проектов множество. И реализация этих проектов уже начинта. На слайде приведен отрывок из подобного стартапа, стартапа-проекта, в котором ребята, участники из разных школ края, создавались команды в разных школах, и в режиме видеочата ребята учились на основе кейса технология проявлять проблемную ситуацию и решать ее. На втором этапе к ней присоединилась даже школа из Армении. То есть можно сказать, что этот проект вышел на международной уровне. У нас по формату с двухминутный ролик укладывается. Я думаю, что закончится, когда посмотрим. Потом или сейчас? Сейчас. Давайте сейчас. Мы хотим представить вам нашу серию по самому вопросу. Также у нас было неоприятие «Стурное кафе». Мы выделили две точные зрения на это население. То, что это не 7, то, что 7 на 4. Дети видят плюсы, возможность проявить новостоятельность, то, что материал не сместный и не забирает все в таком время. Вот в то же время и институты. То, что материал не напоминает, по всему специалисту он скажет, как он взял на разуме. Многие считают бесполезным данным мероприятиям. И также излишне посещаемые на основных учителей. То есть мы очень специалисты говорят, что все хорошо организовано, это очень полезно и это очень интересно. Но также минусы в том, что дети сколько посещают и не проявляют ницативу по этому вопросу. Мы стремимся достигнуть соприкосновения с участворением. Мы стремимся достигнуть благодаря следующему способу. По-первых, это вопрос в социальных сетях, который поможет нам образовать группа интересов. Также эти группы могут поменяться со временем, если интересы очень могут поменяться. Организация будет проводиться с они лицами. То есть предлагается идея, и дети с нами занимаются формами реактивной организации своего поведения. Ну и, естественно, будут подправлять принципы уроковики, чтобы все были заинтересованы учащиеся. Но, естественно, где пешеходы, у нас они минимальны, но и кто-то здесь. Во-первых, то, что ученики могут реагировать мероприятие, они могут организовываться по две системы. Кратично они будут назначены ответственными. А вот такой небольшой ролик, интересное получилось мероприятие. Мы узнали, о чем думают наши дети. Неспроста ставила именно этот отрывок. Я думаю, что нам, то, что кажется, самым интересным педагогам и полезным, мне всегда интересно и полезно пожелать нашим детям, и нам нужно искать точку соприкосновения, конечно. И хотелось бы кратко обозначить проблемы, которые назрели уже давно, но стали острее с расширением функционала школьных информационных библиотечных центров согласно концепции развития. Это, в первую очередь, отсутствие афтерматизации библиотечных процессов, начиная от козлогизации и заканчивая приемом и выдачей литературы читателям. А если мы вспомним, что в школьных библиотеках, как правило, работает один-два специалиста, то представляем, какое количество времени это отнимает, а это время можно было использовать на педагогическую работу. Также проблема номер два, проблема не проблема, но тоже деятельность, которая занимает очень большое количество времени рабочего школьного библиотекаря, это деятельность подоспечения учебниками всех обучающихся организаций. Вместе с тем, эта деятельность не рекоментирована ни одним из прополагающих документов, ни концепция развития школьных институционных педагогических центров, ни типовым положением, ни профессиональным стандартам, ни должностной инструкцией. А это ежегодная работа по формированию заказа на учебники, на всю организацию. Работа с договором и документацией, нам это приходится делать. Это работа по приему и обработке новых поступлений, и, конечно, массовая книговая выдача и прием учебной литературы на 7600 наших человек. И еще одна немаловажная проблема технического характера, это качество школьных каналах передачи данных, которое не позволяет в полной мере использовать возможности работы в информационной среде. Наиболее остро такая проблема стоит, конечно, в сельских и малокомплектных школах. В городах еще ничего. И в завершение хочется отметить, что, как я считаю, школьные библиотеки получили все возможности и инструменты сейчас, чтобы стать именно тем самым центром структурно-образовательного учреждения и главным условием МАУ-КОС для формирования информационно-культурной личности, способной обучаться в течение всей жизни. И спасибо, конечно, тем, кто разрабатывал и концепцию, и кто принял эту федеральную программу развития образования. Для нас это большие возможности. Нужно просто двигаться вперед и стоять на месте. И в конце еще слайд почему-то... Мы уже немножко выбиваемся из рекламы. Коллеги, Красноярск в этом году столица библиотечная России. Нужно реклама. Конечно, о многих проектах, рамках в периодном времени не успела рассказать, но всех приглашаю на секцию школьных библиотек. Мы будем все участники программы выступать и расскажем вам еще больше, проведем в экскурсии, покажем. С удовольствием будем рады вас видеть. Продолжение следует... Спасибо. Скажите, пожалуйста, когда мы говорим о продвижении чтения, как задачи, которые мы задаем, в проекте 2016 года, сколько книгоскачиваний вы, как гимназия, как центр нового поколения, использовали уже? И назовите хотя бы одно мероприятие, которое было направлено именно на конкурсизацию вот контента в электронном виде. Мы получили, как гимназия, наша гимназия, 7 тысяч игруточек. Сколько вы их забыли? Года еще не прошло? Нет. С ноября? С ноября. Нет, но за это время, 16 года, сколько вы? Тысячи. Тысяч? Нет, конечно, 7 тысяч на три года нам дали. В настоящее время отскочено у нас 300 книг. 300, как бы это она дала. И нет, 300 книг, которые... Потому что понятно, что нужно время, чтобы люди поняли, почувствовали. Разумеется. Библиотека школьная проводила семинары для учителей, в первую очередь, по пользованию этой программы или трессы. Ну, как я... Да, рассказывали. Конечно, рассказывали, обучали, как пользоваться, как применять на уроках. Ребятам оказалось достаточно объявления в библиотеке с QR-кодом для скачивания книжек. Когда они приходят к нам и получают, просят бумажную форму, мы им вставляем название книжки и QR-код «Экмендотомненной реальности». И с удовольствием царапанное радио пошло и... Коллеги, давайте идем дальше. Это осуждение мы сможем продолжить еще на второй части. Большое спасибо. Приглашаю представителя Краснодарского края Ларису Фрунзену-Блюлину. Директор среднеобщебразовательной школы номер 32. Добрый день, уважаемые коллеги. Краснодарский край, город Краснодар, среднеобщебразовательная школа номер 32. Сегодня хотелось бы с вами поговорить о том, что же можно сделать в рамках и ресурсами обычной среднеобщебразовательной школы. Но хотелось бы прежде всего акцентировать ваше внимание на то, что тема нашего значительного события, который сегодня... Ол. Редактор субтитров А.С